Всем привет! Сегодня я хочу рассказать о своей эпопее по замене ударника в Rx Delta. Этот пистолет у меня полтора года. Настрелял я из него примерно в районе 8000 выстрелов. Сколько я из него холостил, это известно, наверное, как одному боку. То есть неизвестно никому, потому что холостил с него на самом деле достаточно много. И в один прекрасный вечер накануне соревнований, то есть в четверг, в субботу, даже в воскресенье должны были быть пересоревнования, в четверг вечером я холощу и у меня перестает взводиться ударник. Выпадает какой-то маленький кусочек металла из пистолета и я понимаю, что у меня сломался ударник. Ударник сломался в необычном месте. Он сломался, сломалась та часть, которая цепляется, зашептала. Вот у меня сломалась и вот эта вот маленькая, маленькая часть, которая цепляется, зашептала. И мистерред, естественно, перестал стрелять. На Эдипайе соревнования проехал, естественно, с блоком. С девятнадцатым выступал уже в стандарт процент из списка, он не в горе оптикс. Поэтому даже занял там второе место. Но не суть. Значит, после того, как у меня сломался ударник, есть местный дилер, который продает арексы. Я связался, позвонил с ним. Поимел, по-другому не могу высказаться, именно поимел. Очень забавный диалог, который свелся к тому, что я виноват во всем сам. И что меньше надо было из пистолета щелкать. И вообще желательно было из него не стрелять. Наверное, надо было положить его в сейф, доставать, протирать тряпочкой и ни в коем случае не стрелять из него, тем более не щелкать. На вопрос, как холощение сказывается на ресурсе ударника, где написано в инструкции, что из него нельзя щелкать. Ну, дилер мне ничего не ответил. И до сих пор кормит какими-то завтраками на тему того, что вот деталь должна появиться у производителя, они ее когда-нибудь закажут, когда-то она приедет. Пистолет не нужен, потому что, во-первых, у меня это единственный пистолет, на котором стоит коллиматор. И сейчас там мой основной пистолет, с которого я тренируюсь, с которого я стреляю. И мне, опять же, сезон начинается, уже начался, и мне хочется как можно больше стрелять, а не ждать деталей. Поэтому я написал напрямую в ARX через форму на сайте. ARX, в принципе, через сайт ответили достаточно быстро, но очень так обтекаемо. Я написал через инстаграм. В инстаграме ответили немедленно. Через пару часов мне ответили уже с завода официальным письмом ARX. Через буквально несколько дней они написали, что, значит, моя проблема понятна. Они рассмотрели фотографии и бесплатно выслали мне новую деталь. Без вопросов, без каких бы то ни было рассказов про то, что щелкать пистолетом нельзя, стрелять из него нельзя. Нет, просто правильную деталь и все. Деталь ко мне пришла, значит, я ее поменял. И пистолет снова стреляет. Все с пистолетом хорошо. Не знаю, насколько его хватит на этот раз, но надеюсь, что как минимум не меньше. Еще года на полтора он выдержит. Так вот, что еще заметил? После того, как я поменял ударник, спуск на ARX из коробки отвратительный, да, это самый отвратительный спуск, наверное, который только у меня был из нормальных пистолетов. Я не говорю про разнообразные наганы и прочую экзотику. Я говорю про те пистолеты, которые у меня, в которых я стрелял немало. Да, это был самый отвратительный спуск. Ну, как-то приноровился, привык к этому спуску, стрелял. Вот, после того, как я заменил ударник, спуск стал гораздо более внятный, спуск стал более мягкий и плавный, без вот этого, без так называемого песка. Не знаю, с чем это связано. Вот, возможно, это была заводская какая-то проблема, может быть, какой-то бракованный ударник был. Хрен его знать, я не понял. Но сейчас проблема решена, стреляет, пистолет очень приятно, стреляет, попадает, все с ним хорошо, и пока что за примерно 8000 выстрелов, это была единственная проблема, с которой я столкнулся. Сталкивался ли я с подобными проблемами на других пистолетах? Честно, нет. Правда, не сталкивался. То есть, на оголке вообще ни с какими проблемами не сталкивался, хотя у меня их было ни один, ни два. То есть, если мы берем 19-й блок третьего поколения с настрелом, я его продал с настрелом 42 тысячи патронов, и никаких проблем с ним не было, кроме тех случаев, когда я в качестве эксперимента меня в пружину ударник, и она более слабая, и она тогда еще в тем временем у нас продавались вольферские патроны Кульского завода, и там было пару недаковых. То есть, я вернул обратно в стоковую пружину, и на этом все проблемы закончились. 21-й блок продал с настрелом в районе 11 тысяч, по-моему. Тоже никаких проблем не было, ничего там на нем не ломалось. Поколение 4-го поколения блок направлен на стрел смешной был, в районе пары тысяч всего, если не меньше. Там тоже, соответственно, никаких проблем не было. Ну, с 5-го поколения блок у меня есть тоже без каких бы то ни было проблем стреляет. Стреляет 42-й блок, 44-й. Ну, 44-й имеет определенные проблемы, потому что это 22-м он райфу, пистолет, и абсолютно надежно быть по определению не может. Но, опять же, его надежность у меня уже более 99% при настреле полторы тысячи патронов. Поэтому Аркс, наверное, из тех пистолетов, в которых я стрелял много, я бы отнес к самому ненадежному пока. Но вот как бы дальше посмотрим, в любом случае другого пистолета с каллиматором у меня нет, и не предвидится в ближайшее время. И пока тренируюсь, стреляя исключительно из Аркса. Ну, такие новости. Что ж, всем спасибо за внимание. До встречи.